Это их группа – новые петербургские художники. Они уже имеют большой резонанс в современном искусстве, несмотря на то, что их жизнедеятельность очень ограничена. Они живут в специализированном интернате. Смелость в выборе художественных средств, постоянное экспериментирование, упрощенное использование формальных принципов живописи, замена тональной и цветовой проработки более схематичными приемами. В поисках новых изобразительных форм художники часто обращаются к стилистике примитива, вдохновляясь его детской простотой в передаче «Впечатление о жизни». Наивное искусство – это сказка, это песня. Оно настолько сродни народному искусству вообще, какому-то фольклорному. И приближается как раз вот эта тема раскрытия чего-то светлого, ожидания радостного, стремления найти свою экологическую нишу, уйти от окружающего мира, от его сложности, тягот. Отсутствие холста эти авторы легко заменяют куском ДВП, картоном или тканью. Известная во всем мире представительница направления Катя Медведева, например, может использовать готовый пододеяльник или отрез ситцев горошек. А Василий Шевченко рисует на арголите с обеих сторон. Рязанская публика уже знакома с этими авторами. Выставки обоих бывали в этих залах. Но работы многих известных современных художников, представленных на выставке, например, Юрия Шерова или Павла Леонова, посетители увидят в нашем городе впервые. Я впервые приехала в ваш замечательный город и чрезвычайно рада тому обстоятельству, что появилась эта замечательная возможность предоставить для экспонирования уникальные работы знаковых художников и художников более молодого поколения. В этом прекраснейшем пространстве музея, в прекрасном пространстве города. В экспозиции работы из частных коллекций, среди них и произведения молодых художников, воспитанников психоневрологических интернатов. На этой экспозиции можно познакомиться с наивным искусством современности, разнородным направлением, которое объединяет творчество талантливых мастеров-самоучек, признанное во всем мире.